Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Сколько можно? Жители Новоалтайска возмущены очередным повышением цен на проезд до Барнаула. Что сейчас в профессии журналиста? О важных и интересных тенденциях. Известные федеральные спикеры приехали в Барнаул на масштабный инфорум. Управлять дронами, паять, слесарничать еще и в новой школьной форме. Предстоящий учебный год для учащихся и педагогов будет весьма насыщенным. Очередное повышение стоимости проезда до Барнаула ждет жителей Новоалтайска. С понедельника, 19 августа, цена на билет поднимется с 60 до 65 рублей. Стоимость проезда для новоалтайцев повысили и в пределах Барнаула, и тоже на 5 рублей, до 40. Пока изменение коснется только 205 маршрута. Отметим последний раз. Тариф повышали в апреле этого года. Всего 4 месяца назад. А жители Новоалтайска возмущены и практически уверены. Рост стоимости проезда на других междугородних рейсах – лишь вопрос времени. К тому же многие не понимают, почему приходится платить такие деньги за грязные салоны, отсутствие кондиционеров в автобусах и терминалов для оплаты. Сегодня в 22 часа перекроют движение на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула. Ограничения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей на переезде. Как изменится схема движения общественного транспорта, расскажем далее. Сегодня в 22 часа на перекрестке Попова и 280-летия Барнаула вводятся ограничения для всех видов транспорта. Оно продлится вплоть до 2 сентября. Причина – капитальный ремонт трамвайного переезда. Водители регулярно жалуются на его высоту. Так что теперь трамвайные пути сделают ниже. У нас с 16 по 21 это будет ограничено движение трамваев, ремонт производится в сторону пивзавода. А потом уже после завершения данных работы и восстановления движения на данном участке будет ограничено движение при движении трамвая в сторону станции Докучаева. Соответственно, движение трамвайных маршрутов номер 2, 7 и номер 10 будет изменено. Двойка в сторону пивзавода будет ходить по схеме Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская. И далее по маршруту. Семерка по тому же маршруту только с Малахова в депо номер 3. Обратное направление останется без изменений. Десятый трамвай тоже будет курсировать до пивзавода через Малахова и Власихинскую. Автобусы будут ездить по-прежнему через Попова. Данил Кузнецов, День с толком. Насколько качественный препарат получала пациентка, страдающая сахарным диабетом, выясняют сейчас барнаульские следователи. Напомним, репортаж о пожилой женщине, у которой возникла сильнейшая аллергическая реакция после смены инсулина, вышел на нашем канале в начале августа и привлек внимание следователей. Во-первых, зуд был страшный. Потом живот это вообще что-то невыносимое было. Вот, и зуд, и язык отек. Глаза чесались. У меня страшно чесались глаза. Негативная реакция у Валентины Митрохиной произошла из-за смены препарата. Пожилая женщина со временем добилась подходящего инсулина. Однако у нее есть опасения, что в любой момент ей вновь назначат препарат, который мало того, что не выравнивает уровень сахара, так еще и негативно воздействует на ее организм. Бардамульские исследователи организовали доследственную проверку и выясняют, насколько грамотно медики подбирали инсулин. Продолжим. В Алтайском крае появилось отделение общероссийского клуба молодых промышленников. Это платформа, в рамках которой молодые предприниматели могут общаться, обсуждать свои бизнес-идеи, а также реализовывать совместные проекты. В Алтайское региональное отделение клуба уже вошли 4 человека. Еще несколько заявок находятся на рассмотрении. Подробнее о плюсах клуба для его резидентов и Алтайского края в нашем сюжете. У этих 150 резидентов работает почти 20 тысяч человек. Они отчисляют налогов 10,5 миллиардов, а их годовой оборот сопоставим с бюджетом какого-нибудь региона. Вот такие масштабы у Межрегионального союза клуб молодых промышленников, которые уже 5 лет действуют в России и сейчас активно развивают региональные представительства. Шестое отделение 15 августа открыли в Алтайском крае. Возглавил его Артем Шамков, директор Барнаульского завода АТИ. Вошло в объединение 4 человека. Еще 5 заявок находятся на стадии рассмотрения. Основные критерии для вступления – годовой доход предприятия от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей. Возраст участников до 40 лет тоже имеет значение, но не столь важное. Это объединение единомышленников. Это объединение людей, у которых одни цели, одни задачи. Они двигаются в одном направлении, плечом к плечу, для развития своего региона и для развития нашей страны. Основная идея клуба – помощь в организации делового сотрудничества между молодыми промышленниками. Иными словами, актуальные вопросы бизнеса можно обсудить с резидентами и использовать их опыт в решении существующих проблем. А расширение географии региональных представительств позволяет резидентам клуба находить деловых партнеров не только на территории России, но и за ее пределами. Клуб молодых промышленников создан под эгидой Минпромторга России и лично вице-премьера Дениса Мантурова. Поэтому внимание к его деятельности со стороны федеральных властей довольно пристальное. Банковская история, она всегда завязана на кучу регламентов и документов. И когда вы по формальным признакам где-то не подходите, очень сложно добиться от специалиста, который с вами работает, погруженности в ваш вопрос. У нас же есть возможность переговорить на верхнем уровне, объяснить текущую ситуацию, чтобы можно было посмотреть более внимательно. Резиденты клуба приняли участие в заседании круглого стола, на котором обсуждались возможности сотрудничества молодых промышленников сибирского региона. Кроме того, на совещании обсудили инвестиционные проекты, меры поддержки от Фонда развития промышленности, интересы работающей молодежи и работу промышленности в условиях санкций. С появлением отделения клуба Алтайскому краю будет легче донести свои проблемы на федеральный уровень и в целом развивать предприятия региона. Это наши помощники, которые нам могут и будут помогать в нашей работе по проведению различного рода мероприятий, форумов. Артем Беревич уже сказал, что планируется эта работа. Ну и я еще раз повторю, мы будем всячески помогать клубу молодых промышленников. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле прошел масштабный форум для журналистов и представителей медиасферы. Важность ведения социальных сетей, проблематика СМИ, использование искусственного интеллекта в современной журналистике. Об этом и многом другом рассказывали столичные спикеры. Программа Инфорума шла целый день. В гуще событий побывала и наша съемочная группа. Мне очень хочется, чтобы вы рассказали о том, каким образом Союз работает с журналистами. Так в Барнауле начался обучающий интенсив Союза журналистов России Инфорум. Мэтры своего дела, профессионалы и начинающие журналисты собрались для общения и обмена опытом. Нам нужно постоянно делать так, чтобы журналистам было удобно работать, чтобы журналистам никто не лучше обработал. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал о роли журналистики в освещении социальных вопросов, а также подчеркнул важность форума. Мы привозим самых интересных специалистов по развитию газет, радио, телевидения, интернет-СМИ, которые объясняют о том, куда откатилась профессия, что нового появилось, какие тенденции сейчас самые важные и интересные. Интенсив провели три профессиональных спикера. Поделились хитростями эффективной работы с материалами, обсудили, как важно вести социальные сети, рассмотрели проблематику, существующую для СМИ и рассказали, как применять искусственный интеллект в современной журналистике. Мастер-класс про использование инструментов, базирующихся на искусственном интеллекте, для ведения социальных сетей. И посыл, который я бы хотел донести до коллег, состоит в том, что эти инструменты дают буст к эффективности. И не надо бояться использовать эти инструменты. И приглашаем вас к использованию нашего сервиса, который может помогать вести соцсети, когда вам не хватает рук. Это реальная поддержка для небольших редакций. Основной посыл для слушателей, наверное, о том, как постараться делать качественный контент, который можно продавать. Самое главное правило, ты можешь создать только тогда продающий текст, когда сам разбираешься в предмете. То есть, если ты не профессионал, если ты не знаешь, о чем ты говоришь, если ты не разбираешься досконально, то шансов создать такой текст гораздо меньше, чем когда человек профессионал. Форум посетило порядка ста человек, причастных к профессии. Очень бы хотелось узнать про проведение прямых эфиров, как привлечь аудиторию, какая аудитория должна быть у районной газеты. Для меня было важно посетить данный форум, услышать, как в будущем готовы решать социальные вопросы через СМИ, через журналистику, так как медиа – это самый главный первый флагман, который несет для всего человечества, в принципе, тот посыл, чтобы мы сберегали нацию. Мероприятие совершенно бесплатное. Это счастье – здесь побывать и послушать спикеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Далеко не в каждом регионе трижды в год проходят такие мероприятия, и далеко не в каждый регион России приезжает сам председатель Владимир Соловьев. Для журналистов очень важно встречаться, общаться, обсуждать все проблемы, а Союз журналистов, как общественная организация, именно этим и занимается, собирает все, что болит, что называется, и пытается донести это туда, где это возможно решить. Таких мероприятий, форумов, круглых столов, мастер-классов и тренингов провели уже более 70 от Чукотки до Мелитополя. Итоги подведут на самом большом в российском журналистском мире форуме в Сочи в сентябре. Юлия Щепина, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжим. Анонимный меценат готов пожертвовать на лечение ребенку из Барнаула в 180 тысяч евро. Речь идет о 6-летней Марусе Яценко. С самого рождения девочка борется с редким генетическим заболеванием. Есть одно «но». Меценат готов закрыть сбор, но с одним условием. С каким, расскажет наш корреспондент Ирина Корчагина. Несмотря на страшный диагноз, этот маленький борец не сдается. Всю жизнь 6-летняя Маруся Яценко живет с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Эта болезнь отнимает силы и навыки, возможность ходить, ползать, самостоятельно есть и даже дышать. Без лечения дети умирают. Сегодня Маруся получает поддерживающую терапию. Препарат предоставляет государство. По жизни на каждые 4 месяца необходимо вводить препарат. И здесь не все так просто. Сейчас возникла угроза перевода на дженерик. Дженерик не прошел клинические испытания. Со следующего года дети начнут получать этот препарат. Мы не знаем, как поведет себя организм нашей дочери. Помочь может препарат Залгинсма. Он вводится один раз в жизни, замещает поломанный ген и дает хорошие результаты. Клиника в Дубае уже готова принять Марусю. Но это лекарство одно из самых дорогих в мире. Семья уже несколько лет назад объявила сбор. Около 2 миллионов долларов. На сегодняшний день собрано больше 120 миллионов рублей. Необходимо еще больше 40. Два года назад произошла уникальная история. Двое мужчин выдвинулись пешком из Казани и за 60 дней дошли до Барнаула. Все это время волонтеры привлекали внимание людей к проблеме Маруси. Так добровольцы прошли почти 3000 километров и стали популярными на всю страну. Один из волонтеров Марат так и остался жить в Барнауле. По мере своей возможности, конечно, помогаю финансово. Также каждый раз даю огласку, где бы я ни находился, с какими людьми ни встречался. Частенько рассказываю о этой маленькой девочке из Барнаула. И даже в других городах, как Кемеровская область, где я бываю, многие люди поддерживают по мере своей возможности, как информационно, так и финансово. Кстати, Маруся, в свою очередь, обещает когда-то дойти до Казани. И шанс у нее такой появился. На днях стало известно, что анонимный меценат готов удвоить все собранные средства за месяц. И таким образом получится закрыть сбор. В срок с 13 августа по 16 сентября, то есть там месяц, получается чуть больше месяца, меценат готов удвоить всю сумму поступлений. Максимальная сумма, которую он готов удвоить, 180 тысяч евро. Это огромная сумма. И у нас появилась надежда в кратчайшие сроки закрыть наш сбор и наконец-то начать жить. Это почти 17,5 миллионов рублей. Для Маруси это главный шанс в ее жизни, ведь ждать нельзя. Препарат вводят детям, которые весят не больше 21 килограмма. Маруся весит 17, и она растет. Семья уже измотана сбором, но теперь появилась уверенная надежда на чудо. Обращаюсь к вам за помощью, помочь спасти мне моего ребенка. Ирина Корчагина, День с толком. Около 10 тонн сомнительных ягод и фруктов пытались провести на Алтайске, Киргизии. В пункте пропуска в Веселоярск мобильная группа алтайской таможни остановила 4 грузовых автомобиля с клубникой, малиной, сливой и персиками. В алтайской таможне уточнили, что в ходе проверки были обнаружены признаки эффективной поставки, а фитосанитарные сертификаты на груз были оформлены с нарушениями. Продукцию передали представителям Россельхознадзора, которые вернули их в страну-изготовителя. Перевозчиков привлекли к административной ответственности. Больше 800 алтайских учителей этой осенью будут обучать управлять дронами. Это вызвано необходимостью передачи опыта школьникам. С сентября вместо прежнего ОБЖ старшеклассникам будут преподавать основы безопасности и защиты Родины, или, как уже прозвали предмет в среде педагогов, ОБЗР. Об этом в других ключевых новшествах, что ждут школьников в предстоящем учебном году, в сюжете Елена Макаренко. В поле концертного зала «Сибирь», куда на традиционный августовский пиццовец ехались учителя со всего края, кадеты на скорой собирают автоматы, курсанты-летчики плетут тактические браслеты для выживания. И такие мастер-классы проводят не случайно. Они, что называется, в тему преобразований, которые ждут школы уже с нового учебного года. Так, с сентября учащимся 8-11 классов будут преподавать новый предмет – основы безопасности и защиты Родины. 125 школ уже оснастили полным комплектом оборудования. Это жгуты и бинты. Это тренажер-манекен для проведения сердечно-любочной реанимации. Это стрелковый тир электронный. Это полногабаритный макет автомата Калашникова с магазином и набором патрульных для обучения сборки, разборки и владения оружием. И это также еще средства, связанные с тактикой ведения стрелкового боя. Это оружие, это соперная опадка. А еще противогаз, респиратор, газоанализатор и дозиметр для радиационной защиты. Все это, говорят специалисты, поможет школьникам овладеть навыками безопасного поведения в экстремальных ситуациях и при военных угрозах. Но прежде такой опыт приобретут сами учителя. Больше восьми сотен алтайских педагогов УБЖ уже прошли теоретический курс, а осенью на базе одного из спортивно-оздоровительных лагерей для них проведут практические занятия, в том числе обучат базовым навыкам управления беспилотниками. Служности возникают, конечно, у педагогов, которые не имеют собственного практического опыта. А те педагоги, которые уже не первый год работают учителями УБЖ, имеют собственный опыт, например, в службе вооруженных силах, конечно, эти навыки даются более легко. Сложности возникают еще, конечно, у тех педагогов, которые у нас совмещают введение какого-либо предмета и предмета УБЗР. Поэтому для них, конечно, такая подготовка особенно важна. Другое новшество этого учебного года – труд. Прежде курс назывался «Технология». И это не просто смена названия, говорят специалисты, а кардинальное изменение его содержания. Кроме навыков работать руками, школьников будут обучать основам компьютерной графики и черчения, робототехники и 3D-моделирования. Основной упор на практику, не на теорию. Был прикладной труд в свое время, да? Потом стала технология, которая стала изучать технологию материалов, их совместимость. А сейчас есть попытка объединить, ну не попытка, а теперь уже внедрение в жизнь, объединить теорию и практику. И вот эту практику несколько расширить. Другие нововведения – запрет телефонов и умных часов на уроках, право делать замечания ученикам и, возможно, единая школьная форма. Так, один из депутатов Госдумы на днях предложил вести ее в стиле императорской России. Но, как заметило Алтайское педагогическое сообщество, главное не стиль. Куда важнее ее комфорт и удобство в носке для ученика и доступность по цене для родителей. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Зампред комитета Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разработать школьную форму времен императорской России. По его словам, единообразие внешнего облика учащихся благотворно влияет на внутреннюю атмосферу школьного коллектива. К тому же, по его мнению, более века в стране существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю. Мы спросили барнаульцев, готовы ли они одевать своих детей в такую форму. Мне кажется, не очень удобно будет детям. Слишком много там каких-то мелких деталей. Особенно у меня мальчик. Мне кажется, будет бегать многое. Наверное, будет неудобно. Да. Тебе нравится? Мне нравится. Как вы считаете? Необакуально, я думаю. Красиво, конечно. Ну, не современно, да? Дим, нравится такая форма? Ну, нравится. Дети нравятся, значит, современно. Нравится. Нравится. Детям нравится? Нет. А почему? Это обезьянничество какое-то. Ну, зачем? Просто вот сейчас, в наше время. Стандартно. Белый верх, темный низ. Больше нравится форма гимназии. Мы еще пока не собираемся в школу. Надеюсь, не дойдет до этого, до такой формы. Бизнес добрых рук. Фестиваль под таким названием прошел накануне в Бийске, где горожане смогли поближе познакомиться с компаниями, занимающимися социальным предпринимательством. Вечер с пользой в этот раз бийчане могли провести в компании 17 предприятий города, которые занимаются социальным бизнесом. Это образовательные и языковые центры, и даже центр подготовки к родам, творческие мастерские и школы по развитию детей. Организовали фестиваль управления края по развитию предпринимательства, центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы при содействии Бийского бизнес-инкубатора. А цель проста – поддержать лучших представителей социального бизнеса и помочь им в развитии. В регионе сейчас зарегистрированы 154 социальных предпринимателей. Кстати, такие в рамках нацпроекта могут получить полумиллионный грант на развитие своего дела. И по сути на пользу обществу, ведь если задуматься, то они работают для того, чтобы улыбок в мире стало больше. Среди клиентов компаний – дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, пациенты, перенесшие серьезные заболевания, те, кому в нашем мире нужно чуть больше внимания, чем остальным. Выступление дрессированных собак, сбор ветоши и кормов, розыгрыш призов и многое другое. В Новоалтайске впервые проведут экологический фестиваль. Организаторы приглашают жителей и гостей города принять в нем участие. У нас будет концертная программа, у нас будет лекция от блогера Новоалтайского Бориса Борисова, у нас будут представлены разные растения от цветочников города Барнаула, Новоалтайска и окрестностей, у нас будет ярмарка мастеров, естественно, цветочный своп, разные мастер-классы экологические для детей, взрослые тоже могут принять участие. Ну и вот все, что связано с экологией. А я добавлю, что мероприятие пройдет завтра, 17 августа, с 2 до 5 часов дня в парке Мандарин. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните по телефону редакции 205-545 через несколько секунд погоди, мира и добра всем, до встречи. Продолжение следует...